Вот он. С победой, Дмитрий Семенович, не так же. Да, с победой, спасибо. Поздравляю игроков, очень благодарен. Поздравляю всех причастных, всех наших болельщиков. Спасибо за веру в нас. Хотя были такие игры, что можно было уже разувериться. Ну, как Юра сказал, да, играть у нас не получалось, у нас не получалось выигрывать. И когда Днепр, скажем так, включал сверхагрессию, сверхскорость, мы не могли справиться ни один в один в нападении, ни один в один в защите. Сегодня мы как бы готовились, мы как тренеры с Александром искали разные варианты, как же можно, скажем так, их преимущество и в габаритах, и в индивидуальном, может быть, мастерстве, нивелировать. Очень приятно, что то, что мы готовили, нарабатывали, у ребят получилось сделать. Не могу сказать, что Днепр показал свою, наверное, лучшую игру. Я видел, как Днепр может играть, и может играть гораздо сильнее. Потеряли они основного разыгрывающего. Сейчас влился новый человек. Это всегда какие-то перестановки, это всегда какое-то притирание. И вот как по результату видно, что это сказалось на результате Днепра. Но еще раз повторюсь, что я благодарен ребятам за самоотдачу и за понимание, и за то, что у нас сегодня получилось выиграть. Кстати, насчет наработок. Когда выходил Джеттер, увидел Бориода, вы его готовили именно под Джеттера, или это показалось? Ну, Никита может агрессивно довольно-таки защищаться, но у него не хватает габаритов. Допустим, вот играя с Харьковым, показало, мы ставили Никиту на графа того же. Тут за счет габаритов Никита не мог справиться. А здесь по габаритам ребята примерно одинаковые, поэтому агрессию и энергию Никиты нужно было использовать. Деви Дюк вышел сегодня в старте. В воскресенье было просто не совсем удачное. Да, была не совсем удачная игра у Деви Дюка. Мы с ним пообщались, мы разобрали, что мы как тренеры хотим от него видеть. Мы выслушали его, где что, он чувствует себя некомфортно, потому что, на мой взгляд, диалог обязан присутствовать. И сегодня Антон выглядел, на мой взгляд, интереснее в первую очередь в защите. Не было таких явных провалов, которые он совершил в предыдущей игре. Сегодня в зале было так больше представителей не про, а матч без зрителей вообще по регламенту. Может быть, это дополнительно подстегивало вашу команду? Знаете, мы как-то, когда выходим на площадку, не считаем, сколько человек приехало из Днепра, сколько у них на скамейке. Сомневаюсь. Это подстегивало внутреннюю собранность игроков. Спасибо большое. Поздравляю. Спасибо.